Шалома рицы! Пришло время на кухне затестить наш ножик. В походике мы им уже попользовались, режет изюмительно, сказала жена. Ну а теперь возьмем на кухню, приспособим его. Перед тем как резать мясо, его желательно промыть. Еще конечно желательно понюхать, чтобы никаких не было посторонних запахов. Но, тем не менее, вообще овощной нож, но так уж и быть, попробуем приготовить наше любимое блюдо. Такими большими сочными кусками грудку режем. Обалдеть! Овощи будет пирать еще лучше. Вы лыкому шматку и рот рады. Поэтому делаем для себя вот такими большими кусками. Ну а мы переходим к луку. Надо его порезать. После того как порезать, его надо почистить. Чистить его довольно-таки легко. После чего его промываем. И в связи с тем, что я порезал палец еще на работе, рома очень сильно печет. Хоп! И прям тоже большими кусками. Лучок режем вместе с мясом. Добавлять будем потом. Мясо можно уже начинать жарить. Ну и, соответственно, поперчить хорошенечко. Добавить аллейну. Ложки три. И все. Начинаем жарить. Обжарим просто для приятного цвета. А дальше уже будет следующий этап. Вот такие вот большие кусочки. Обжариваем. И в жаровню на соседнюю комфорку будем ставить брюссельскую капусту. Следующий этап это замороженная брюссельская капуста, которую нужно будет немножечко промыть. Теплой водой. Для того, чтобы она немножечко разморозилась. И начинаем ее тушить. Ну и вот. Значит, что мы теперь делаем. Большую режем пополам. Она еще такая, немножечко подмороженная. Поэтому разрезать ее будет без всяких проблем. Маленькую оставляем. Вот маленькая остается. Все остальную режем пополам. Крупненькую. И начинаем немножечко тушить. В жаровне, накрытой крышкой. А параллельно на соседней сковородке у нас жарится мясо с луком в этот момент. Но резать нужно вот именно крупную, мелкую. Лучше оставить. Лучше, конечно, если она будет не замороженная. Тогда намного вкуснее будет блюдо. Но из замороженной домашние очень любят. Параллельно помешиваем мясо, которое у нас уже почти поджарилось. Мы сразу засыпали лук. И вот по луку будем ориентироваться. Ну а пока не отвлекаясь, режем дальше. Чтобы стекала вода лишняя. Эта вода, она выпарится в процессе готовки. Пока мы будем тушить нашу капусту. И вот эту. А вот эту маленькую оставляем. Ну и пока наше мясо жарится. Засыпаем нашу капусту. Жаровнем. Все это дело немножечко поперчим. И добавим еще вот такой смеси. Ну, в принципе, чтобы там было немножечко пикузы, брокколи. В общем, немножечко разных других овощей. Добавим. Добавим. Мясо жарится. Приобретаем уже вот цвет. Ну а это будет тушиться. И если здесь мы овощи наши поставили и забыли, то мясо нужно мешать. Чтобы не подгорало. И получало равномерный загад. С каждой стороны. Ну вот, значит. Такое красивое мясо добавляем прямо сюда. Вверху. Ну и минут через 20-30 добавим соус терияки. Или, кто любит, может сделать другой соус. Так называемый карамельник с медом. Очень хорошая штука. Именно для брюссельской капусты. Там мы выключаем и переносим все это сюда. Поближе. Вот так вот. Вот. И все. Время пошло. Будет самая вкуснейшая, крутейшая вещь. И заодно потестили ножичек. Надо его теперь помыть посуду, пока все это здесь заканчивает. Добавили главные ингредиенты и увидите, как все преобразится. И так, финальная стадия. Вот такая у нас красота. Уже почти испарилась вся вода. Поэтому время убавить огонь и добавить терияки. Да. Вода ушла. Все готово. Тайяки используем такой. Густой, хороший. Чеснок в этот раз не добавлял. Ну и что ж такое. Так. На небольшом огоньке надо взять тряпочку, чтобы придерживать. В общем, как-то так. все, теперь жена придет, пускай пробует. Все. Эксперимент с кухонным ножичком. Вернее, с ножичком на кухне. Подошел к концу. Придет жена, попробует на соль, на перец, на все остальное. И посмотрим, понравится или нет в этот раз овощи с грудкой. Поехали. Поехали. Вернее. Вернее.